Ожившие архивы. Впервые в истории современного Казахстана в старейшем театре страны будет представлена необычная экспозиция. Старые афиши, сценографы и экскизы костюмов выдающихся артистов. Многие экспонаты датируются 30-ми годами прошлого века. Первым в историю погрузился мой коллега Аскар Мендебаев. На этих стенах застыла целая история театрального искусства Казахстана. За каждой афишей судьбы целых поколений артистов. Именно в 30-е годы прошлого столетия казахское балетно-оперное искусство делает первые шаги. Оглушительный успех премьеры дебютов, восхождение театральных звезд и никакого гламура. Немыми свидетелями рождения великих имен столетия ожившие архивы. Черно-белые краски, плотная бумага, сухой текст. Вот и весь пиар-ход. Оперы Кожибек Брусиловского, Абай Жубанова, Биржан Цара, Ертаргын. Кладовая выдающихся постановок начинается именно с этих фрагментов. В истории нашего города это большое событие, открытие такого музея. Потому что нашему театру уже больше 80 лет. Мы сейчас 82 сезон работаем. И казахское оперно-балетное искусство началось именно здесь. Среди прочих экспонатов на этой выставке есть и совершенно уникальные. К примеру, эта афиша анонсирует выступление казахского государственного оперного театра в Москве в 1936 году. В ее составе 165 артистов. Среди них и начинающая певица Куляш Байсиитова. Именно после вот этого московского дебюта Байсиитова получает всесоюзную популярность. Это была первая декада казахского искусства в столице СССР. С этого момента Куляш становится примой казахского театра и главной артистской страны. А вот эта афиша имеет еще и уникальную культурно-лингвистическую ценность. Она приглашает зрителей к просмотру первого в стране балета «Халхаман Имамыр». Написана она на кириллице. По словам специалистов, текст на афише солянка – букв из двух алфавитов, поскольку к 40-м годам начался активный переход уже на латиницу. Вторую жизнь в эти уникальные архивы вдохнул известный политолог Дасым Садпаев. Экспонаты вместе с супругой собирали по крупицам. На это ушел не один месяц. Меня, как человека, который любит этот город, очень сильно беспокоит развитие этого крупного мегаполиса. Я не хотел бы, чтобы наш город воспринимали только как большой торговый центр. Мне хотелось создать некую новую культурную площадку. А учитывая то, что Готоп и Минябая являются одним из старейших культурных заведений в рамках всей страны. К слову, старыми печатными полотнами экспозиция не заканчивается. Театральный музей включает в себя и выставку костюмов, и зал с работами известных сценографов и декораторов. К примеру, уникальный рабочий материал Сергея Калмыкова к опере «Аида» или эскизы к Бокчисарайскому фонтану. Окунуться в театральное прошлое можно будет уже с 14 марта.